Я руководитель этой организации Покров Дмитрий Глобович. Сейчас я проведу экскурсию двум группам, на которые мы с вами разделимся. Одна группа останется здесь, и вот инженер, какова Шиловский Андрей Игоревич, предоставит первичную информацию о нашей организации, историю ее создания, где-то экологические аспекты, в том числе и презентационный материал. В это время другая группа со мной, как я уже говорил, будет находиться на комплексе и участвовать в экскурсии. Я уже говорил, повторюсь, может быть, для тех, кто не слышал, что здесь реально действующее предприятие, большое количество различной техники, идет свой производственный процесс, поэтому прошу отнестись с пониманием к каким-то индексам, которые там будут происходить. Учитывая большое количество, скажем так, экскурсантов, возможно, мы не сможем, в силу того, что переходы у нас в пуске, и есть постоянная необходимость обслуживания оборудования специалистами механической службы, ну, возможно, там какие-то вещи, будем смотреть порционно, скажем так. Эколога, а также по совместительству специалистов по охране труда. Значит, вы прибыли на автоматизированный мусоро-софтировочный комплекс. Данный комплекс занимается обработкой обезвреженных твердых коммунальных отходов. Значит, в ходе вашей экскурсии все технологические процессы остановлены не будут, соответственно, по территории предприятия будет двигаться специальная техника, как наша, так и сторонняя, так что будьте предельно внимательны и аккуратны, смотрите под ноги, чтобы не запнуться, не наступить на что-то скользкое. Кроме того, вам будут выданы на каждом указки жилеты, перчатки, для того, чтобы не испачкать руки и чтобы не упало ничего на голову. Соответственно, группам держаться рядом с руководителем экскурсии и не отдаляться дальше 10 метров в избежание каких-либо несчастных случаях. Во всем мире ручной труд используется, потому что, опять же, повторюсь, качество скорья, оно оставляет желать лучшего, тем более стекло, вы никакой машины не отберете, только ручной. Плюс есть какие-то определенные крупногабаритные предметы, которые будут мешать технологическому процессу, и, соответственно, износ оборудования будет выше. То есть проходят большие булыжники, я видел с этими глазами, такие булыжники убирали просто с канавейеров. То есть там вы увидите систему канавейеров, просто если такие булыжники будут ехать по линии, то они просто там все разобьют все ленты и оборудование просто не испортится. Плюс это большие какие-то матрасы там, еще какие-то инфракции, допустим, большие пленки массивные, которые могут мешать нормальному отбову. То есть это все не возникается, ручной картон большой тоже тоже не возникается. А в мусорках, известно, выкидывают разное. Вот что какие интересные находки были? Былыш не такой, что вас удивило, или, может, какую-то драгоценность нашли, я не знаю. Ну, знаете, находят много чего. Это и какие-то различные очень старые книги, иконы бывают, значит, медали какие-то, ордена тоже в Великой Отечественной войне. Там у нас у руководителя предприятия есть даже небольшой шкафчик, где... Вы сейчас как раз с ним пойдете, вы спросите, он больше... Он нам показал, да? Да, да, да. То есть паспорта часто находим, какие-то бейпризбасы, патроны. Костромская область разделена на три зоны деятельности региональных операторов. Наша компания является региональным оператором по первой зоне, и, соответственно, это город Кострома и близлежащие районы. Костромской район, Веснанский район, Красносельский район, в общем, где-то в радиусе 100 километров от города Кострома. А сколько процентов вообще поступающего мусора все-таки перерабатывается? Я что-то поняла, что 95% или 5% захоранивается как-то... Ну, Рольник создан был в 2016 году, когда завод начинал работать. Значит, фактически предприятие, значит, если брать по объему, то до 50% сокращает, если дать по весу, то это где-то около 15%. 15% перерабатывается? 15% полезной практики, перерабатывается из коммунальных отходов. То есть состав коммунальных отходов, он разнится как по регионам, так и по сезонам, то есть в зависимости от уровня года, погоды, значит, процент варьируется. А сам полигон у вас находится подальше, не здесь? Полигон находится не в нашей собственности, находится в 22 километрах от нашего завода. Ты как? Вы столкнулись с тем, что качество входящего мусора оставляет желать лучшего. То есть система накопления и сбора мусора, она требует совершенства. Ну да, нужно хотя бы разделить отходы, которые подлежат переработке, и отходы, которые просто изначально неутилизируемы, там, в частности, пищевые отходы. Потому что при сборе отходов, как у нас сейчас система существует, до нас этот материал доходит уже просто не подлежащий дальнейшей переработке. Он загрязнен. Он так влажный, он загрязнен пищевыми отходами и различными другими включениями. Все, что в принципе выкидывает в мусор. То есть люди за два года не научились сортировать? Ну, а люди пока их еще не включают. Да, есть ли раздельные хотя бы? У нас нет раздельного сбора. У нас нет раздельного сбора. А они просто? А я думаю, что у меня вначале будет перерабатывать. А вот, смотрите. А вот, в принципе, в принципе, в принципе, здесь представлены все виды продукции нашей. Это все из нашего периода, что мы извлекаем. То есть, гранулы, и дробленка, и пушенка, и миокомпост, в принципе, то, что эксперимент проводили. Все это уже реализуются третьим лицам, и они уже производят готовую продукцию. То есть, это как бы сырье, но еще не готовый продукт. А с биокомпостом что производится? С биокомпоста мы пока ничего не производим. Просто сделали эксперимент. То есть, это уже на будущем полигоне, возможно, будет площадка компостирования, где, соответственно, будет производиться компост из органической части отходов и экзонердных отходов. А спрос есть на это произведенный продукт? Конечно. Спрос есть, причем спрос не только в нашем городе, это вообще по всей России, собственно, рынок. Где цена больше, туда и продаем. А про эксперимент поподробнее можно? Значит, что касается эксперимента, значит, у нас, там, вы видите, стоит виброгрохот. У нас делят отходы на две части. На больше 7 сантиметров и меньше 7 сантиметров. Как правило, отходов меньше 7 сантиметров, значит, мы извлекаем оттуда черные цветные металлы, значит, и, значит, предполагаем накапливать отдельно и уже проводить вот в муртах это компостирование при помощи бактерий. Вот, значит, в течение месяца буквально это происходит. И дальше уже обеззараживаем, просеиваем, значит, отсев, что это маленькие, допустим, колпачки, то, чтобы проваливаться, это на захоронение. А вот именно компост уже будем применять, допустим, для пересыпки полигона. Возможно, если будет грунт обеззаражен, его можно будет реализовать. У нас просто подскажите нам еще раз, поясните. По процентам. Да, по процентам. Все-таки в объеме, в весе 50 процентов. Это 50 процентов, по весу это 15 процентов. А, по весу. Ну, то есть перерабатывается в итоге из всего мусора 50 процентов. 15 процентов. 15 процентов перерабатывается. По весу. Веса. То есть это общая мировая практика, собственно, больше, грубо говоря, мусора просто ценности не представляет остальной мусор. Много в мусоре просто неутилизированной фракции. Начально. Вопрос по полимерам, да, вот здесь, как образцы. Ну, как известно, полимеры отличаются одним свойством, они не смешиваются. То есть, когда люди разного, два разных видов полимера, они образуют смесь масла-вода. Соответственно, должна быть частота выделения очень высокая. Большинство полимеров имеют очень сходные характеристики. То же самое, полиэтилен низкого давления, его вот так вот, не отделить сейчас полипропиленово. Каким образом производится отделение, и как достигается такая частота, что у вас практически чистый материал? Во-первых, значит, у нас сортировка происходит оптическими датчиками, оптическими машинами. То есть, как раз идут не вручную. Эти фракции разделяются при помощи машин. Вы их увидите. То есть, это самое главное новшество данного завода. Затем, уже когда материал поступает в цех дальнейшей переработки, материал также подвергается до сортировки. Потому что, к сожалению, машина это не человек, и есть 5% засорения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok